Чтобы выплатить долг, власти испанской деревушки хотят сдавать земли под плантации конопли. Испанские законы допускают выращивание конопли для личного потребления. Именно это и запланировала община каталонского селения Роскуэра на северо-западе Испании. Власти деревни с населением всего в 900 человек решили сдавать землю в аренду под выращивание конопли, чтобы заплатить долг Роскуэры, который составляет 1,3 миллиона евро. Единственное, чего хочет и что пытается сделать скромный мэр – это задействовать всё, что может принести пользу Роскуэре и нашим соседям, говорит глава поселения Бернанд Пеллиса. Расположение земель, которые предназначены под плантации конопли, держится в строжайшем секрете. Местные власти надеются, что принятые меры предосторожности избавят деревню от нашествия организованной преступности и развития теневой экономики, что обычно связано с выращиванием конопли. Арендатор Барселонской Ассоциации личного потребления конопли будет ежемесячно платить Роскуэре 54 тысячи евро за использование 15 гектар общинных земель. Как заявила Марта Суарес, спикер Барселонской Ассоциации, их организация не заинтересована в извлечении максимальной прибыли или максимальном росте производства конопли. «Наша цель – производить качественный и легальный продукт, который будет легально поставляться потребителям. Всё будет сделано ответственно, целесообразно и компетентно. Думаю, это главное», – сказала Марта Суарес. «Население Роскуэре поддерживает этот план, хотя и с осторожностью. Это возможное решение долговой проблемы. Власти сейчас проверяют, насколько это законно, а также имеют ли они право на такие проекты. И если это возможно, что же замечательно», – говорит этот деревенский житель. Правительство Каталонии и генеральный прокурор пытаются сейчас ответить на вопрос о том, нарушает ли предложенная властями Роскуэре схема закон. Испанское законодательство допускает легальное выращивание конопли для личного потребления, хотя за торговлю наркотиками предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Если региональные власти одобрят предложенный план, жители Роскуэры получат альтернативу традиционной занятости – выращиванию оливок или работе на виноградниках. А долг Роскуэры в буквальном смысле развеется как дым.